Это путешествие с теми, кто научился выживать. По запретным мирам, проверенным временем. И землям с иными культурами. Мы прикоснемся к духу, закаленному опытом. И встретимся лицом к лицу с великими мастерами в цикле программ «Смертельные искусства». Смертельные искусства. Айкидо. Токио, Япония. Сверхбыстрая и ультрасовременная Япония может оказаться культурной ловушкой для чужаков, непривычных к ее строгому этикету. Специалист по восточным единоборствам с 25-летним стажем Жозет Нормандо приехала в Японию, чтобы попасть на родину Айкидо. Созданное в начале 20-го века, Айкидо – исключительно оборонительное боевое искусство. Айкидоист не может напасть, потому что в его арсенале нет атакующих приемов. Вместо этого он использует силу и энергию нападающего против него самого. И чем яростнее атака, тем жестче падение. Я в шутку называю Айкидо боевым искусством для женщин. В нем нет жестких блоков. Это очень изящное искусство. Главным в Айкидо являются не бойцовские навыки, а Будо – путь воина. Айкидо – это воинский дух, уходящий корнями в жестокие битвы древней Японии. Будо включает в себя не только физическую подготовку бойца, но и такие навыки, как поэзия, каллиграфия, чайная церемония и изготовление меча. Проникая в эти более тонкие и совершенные искусства, грубый воин превращается в истинного воина – самурая. Айкидо – это Будо. Именно этому всегда учил меня мой сенсей или мастер. Но мне трудно было понять смысл этих слов. Даже после многих лет занятий Айкидо, попав в Японию, я чувствую себя на пороге нового мира. Помимо тренировок с лучшими мастерами Айкидо, мне хотелось бы проникнуть в секреты чайной церемонии, каллиграфии и искусства изготовления мечей. Объединив все это, я надеюсь подобраться поближе к истинному духу Айкидо. Первая остановка Жазет – Хомбу. Штаб-квартира и самое священное доджо, как в Японии называют, зал для тренировок. Прежде чем приступить к тренировкам с лучшими мастерами, Жазет должна освоить строгий японский кодекс поведения. Пренебрегать этим нельзя. В Айкидо с ритуала начинается и заканчивается каждое занятие. Выходя на татами, необходимо поклониться О-сэнсею, основателю Айкидо. Каждое занятие начинается с разминки. Необходимо разогреть суставы, размять шею. Затем кувырки, чтобы подготовиться к падению. Из уважения к другим, ученики должны надевать чистую белую униформу – ги. Черные пояса одевают также самурайские штаны-юбку – хакама. Для тренировки Айкидоисту необходим партнер. Здесь необходимо полное взаимоуважение, так как атакующий отдает себя во власть защищающегося для отработки приемов. Ученики по очереди становятся Уке и Наге – нападающим и обороняющимся. Рядом с Джозет Гильермо Гриспо – аргентинский акидоист, с которым она познакомилась в Монреале. Гильермо начал тренироваться в возрасте пяти лет и с тех пор совершенствует свое мастерство в различных доджо-мира. Он будет партнером Джозет в Японии. Джозет и Гильермо занимаются с оружием, готовясь к встрече со строгим сенсеем Сайто. Они надеются быть принятыми в качестве странствующих учеников и должны быть готовы к жесткой дисциплине доджо и суровому военному стилю работы с оружием сенсея. О-сенсей создал айкидо как эффективный метод защиты от вооруженного нападения. Тренировки с оружием помогают развить необходимое чувство времени. Деревянный меч Бокен по весу и форме имитирует традиционный японский боевой меч Катана. Хотя формально работа с Катана не является частью айкидо, ничто так не обостряет чувство, как свист настоящей стали. Продолжатель династии длиной в 10 поколений, Йошиндо Йошихара является одним из последних в Японии мастеров по изготовлению традиционных мечей. В древности это искусство называлось будо. Мастеров чем-тоожу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Меч являлся основным символом японской касты воинов. Для самурая меч был не только его оружием, но и душой. Это представление в ник Эду Мура рассказывает историю слепого самурая, освободившего женщин из рук похитителей. С 12 по 19 века самураи были профессиональными наемными солдатами на службе враждующих японских феодалов, шаганов. К концу 19 столетия Япония объединилась под властью императора Мэйджи, и сословие самураев перестало существовать. Но дух Будо сохранился. В полутора часах езды от Токио Жазет и Гильермо направляются в доджо Аики и Бараки, чтобы попроситься в ученики к сенсею Саито. Если они будут приняты, им предстоят долгие и изнуряющие тренировки. В возрасте 7 лет Хирагита Саито начал изучать айкидо под руководством О-сенсея, учителя своего отца. После смерти О-сенсея в 1969 году его наследники оставили доджо Аики и Бараки сенсею Саито-старшему в знак признательности за его преданность. После смерти сенсея Саито-старшего Саито-младший возглавил доджо, где продолжает сохранять духовные и боевые традиции основателя. Если нас примут в качестве учи-дэши или странствующих учеников, нам предстоят серьезные тренировки. С самого начала главная учи-дэши дает нам почувствовать местные порядки. Ученики должны всегда беспрекословно повиноваться сенсею. Я сильно рискую, явившись сюда без рекомендательных писем. Я должна была это предвидеть. Теперь вопрос в том, не закончится ли наше путешествие, едва начавшись. Путешествие Жазет по Японии только началось, а она уже потеряла лицо перед своим первым учителем Айкидо, сенсеем Саито. Он может не принять ее в качестве учи-дэши в свое доджо. У меня не было рекомендательных писем, но я все равно решила приехать. Моему сенсею пришлось в свое время просидеть на ступеньках хомбу три недели, прежде чем О-сенсей принял его в качестве учи-дэши. Надеюсь, в нашем случае все обойдется. Довольно долго продержав нас без ответа, сенсей Саито, похоже, наконец принял какое-то решение. Мы скрепляем договор красными чернилами. В прошлом это была бы кровь. В первый же день к шести утра Жазет уже целый час делает упражнения. Теперь она направляется на свою первую из серии ежедневных тренировок сенсеем Саито. В доджо, аики и бараки день начинается с упражнений на деревянных мячах. Эти тренировки помогают понять, как широкие движения айкидо позволяют уклоняться от ударов этим оружием. Кроме того, становятся понятны принципы техники обезоруживания противника с мячом. В айкидо нет блоков, потому что ставя блок против вооруженного противника, вы попросту потеряете руку. Как только тренировка закончена, территорию приводят в порядок. Ученики подбирают опавшие листья и восстанавливают первозданный порядок. Фасад всегда должен выглядеть, как дзенский сад. После завтрака подходит время занятий с жо. Жо — это просто палка, которая используется для развития точности, концентрации и мышечной памяти, важнейших для айкидо качеств. Сенсей Саито не терпит ошибок. За десятилетия занятий боевыми искусствами я видела много требовательных сенсеев, но не настолько. Ты должен только слушать и повиноваться. Главное учида, Дэши говорит нам с Гильермо, что мы должны сделать подношение тамагуши. Перед самым началом следующей тренировки мы бежим в ближайшую лавку за специальным конвертом для тамагуши. Таков этикет. По возвращении в доджо, главное учи Дэши указывает на мою плохую каллиграфию на конверте и внезапно добавляет, что мы должны поднести сенсею Саито две бутылки саке. Снова в магазин. В магазине мы выбираем две изящные на вид бутылки приличного саке и спешим вернуться в доджо. Но мы снова не угадали. Главное учи Дэши вне себя. Похоже, бутылки оказались не того размера. Несмотря на лучшие намерения, мы вызываем только раздражение. В доджо Айки и Бараки живут по-спартански. Распорядок дня меняется произвольно. Только одно неизменно. Тренировки, на которых тебя вечно поправляют. После нескольких изматывающих тренировок, на которых я все делала неправильно, у меня опускаются руки. Я думаю, является ли это подавленное состояние частью пути Будо? Неожиданно сенсей Саито приглашает меня на водопад, на который каждый день приходил О-сенсей. В свете его холодного и строгого ко мне отношения, это меня сильно удивляет. Надев свой семейный герб, сенсей Саито готовится совершить ритуал очищения, чтобы омыть свое тело и душу. В древности монахи и воины осуществляли подобные религиозные омовения. Гильермо советует мне пройти церемонию очищения. Но духовная сторона ритуала от меня сокрыта, и я боюсь совершить еще одну досадную ошибку. Я заставляю себя простоять здесь довольно долго, но все, что я чувствую, это острые камни под ногами и ледяную воду. Что я делаю не так? Я чувствую, что я только удаляюсь от понимания истинного смысла Будо. И лишь одно мне ясно – Будо невозможно постигнуть за день. Жозетт в токийском аэропорту Нарита встречает знаменитого мастера из Нью-Йорка Сенсея Ямада, который согласился представить ее лидеру мира Айкидо. Через него она надеется понять, куда Айкидо движется сегодня. Йошимитсу Ямада, обладатель восьмого дана по Айкидо и главный мастер школы Акайкаи в Нью-Йорке, более десяти лет был учеником О-Сенсея. Сын основателя Айкидо выбрал его для того, чтобы начать популяризацию Айкидо в Северной Америке. Сегодня Сенсей Ямада возглавляет Американскую федерацию Айкидо и организует семинары по всему миру. Он должен прибыть сюда. Один самолет из Нью-Йорка уже прибыл, но Сенсея Ямада нигде не видно, и Жазет начинает нервничать. Пойдем посмотрим, не вышел ли он еще. Я два года уговаривала Сенсея Ямаду присоединиться ко мне в этой поездке, и разменуться с ним теперь было бы непростительно. Он прибывает в 16.30 во второй терминал японские авиалинии, рейс номер 5. Побежали. Спасибо, пока. После нескольких телефонных звонков Жазет наконец выясняет, что его самолет приземляется прямо сейчас, но в другом терминале. Слава Богу! В айкидо заставлять Сенсея ждать непростительно. После двух лет уговоров он мог просто развернуться и уйти. Хотя я знакома с Сенсеем Ямада почти 30 лет, я четко знаю, что есть грань, которую переходить нельзя. Он мастер, я ученик. Особенно здесь, в Японии. Сенсей Ямада приглашен провести семинар в одном из токейских центров боевых искусств, по-японски Будаканов. По ритуалу принимающая сторона встречает его на улице. Сенсей Ямада обычно начинает разминку с дыхательных упражнений. В айкидо не проводятся соревнований, поэтому айкидоисты собираются на большие семинары, подобные этому, чтобы делиться опытом. Когда Сенсей Ямада подходит ко мне, я внутренне напрягаюсь. Не хотелось бы разочаровать его. Я говорю себе, расслабься, Жозет, забудь про мышцы, используй энергию Ки. У каждого сенсея свои излюбленные приемы, комбинации и подход к тренировкам. Непредсказуемость семинаров заставляет учеников постоянно пересматривать и обновлять свой технический арсенал, не говоря о физической форме. Обычно семинар длится три дня. Интересно, но тяжело. На семинаре много народу и мало места для личных амбиций. Вы должны заботиться о своем напарнике, тщательно выбирая место, куда его бросить. В Айкидо, выполняя прием, партнеры соединяют свою энергию Ки. Энергия нападающего передается обороняющемуся, и тот направляет ее обратно. Соперники являются двумя сторонами одной монеты, а не двумя столкнувшимися монетами. Сенсей Ямада устроил для Жазет почетную аудиенцию Удошу, внука основателя Айкидо. Моритеру Уешиба, внук О-сенсея, является генеральным директором Всемирной штаб-квартиры Айкидо в Хомбу с 1986 года, когда он сменил на этом посту своего отца. После смерти отца в 1999 году он унаследовал титул Дошу, лидер, и стал постоянным председателем Международной Федерации Айкидо. Сейчас ему около 50 лет, и он является хранителем традиций, учения и духа основателя Айкидо. Международной Федерации Айкидо Такой шанс выпадает раз в жизни. Надеюсь, я сумею задать правильные вопросы. Жазет в штаб-квартире Айкидо в Токио. Ее гид, сенсей Ямада, организовал для нее эксклюзивное интервью с Дошу, лидером мира Айкидо. У меня много вопросов к Дошу о наследии Айкидо и как оно перешло к нему от его деда. Большое спасибо. Когда я спрашиваю Дошу о О-сенсее, он показывает несколько старых фотографий. Поиск Мэри Хеем Уишиба истинного духа боевых искусств привел его к созданию Айкидо. Он использовал свои знания и опыт для разработки техники этого уникального искусства, основанного на энергии Ки. Впоследствии, прозванный своими учениками О-сенсеем, что означает «великий учитель», основатель Айкидо видел в своем искусстве больше, чем систему единоборства. Айкидоист должен стремиться быть благородным воином в самурайской традиции. Дошу считает, что распространение Айкидо по миру идет ему на пользу, но его беспокоит возможная утрата качества и духа Айкидо как следствие такой глобализации. Я сама не до конца уверена, что понимаю дух Будо. Быть может, что-то пропало при переводе. Скорее, мы опаздываем. На следующее утро Жозет и Гильермо идут на занятия к Дошу. Они поражены, что многим присутствующим здесь сильнейшим айкидоистам далеко за 80. Тренироваться в присутствии такого количества черных поясов и самого лидера Айкидо, конечно, страшновато. Энергия на татами необычайно высока. Так, расслабься, глубокий вдох и начинаем. Кланяясь человеку напротив меня, я понимаю, что это один из учеников самого Дошу. Он будет моим партнером. Ура! Мой напарник поправляет мои ошибки едва заметными движениями. Он заставляет меня работать, но не чинит препятствий. Иными словами, он идеальный ике. Дошу говорит, что энергия вращающейся крышки это идеальный пример покоя в движении. Играет музыка. Ура! 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 Дошу удостоил Жазет чести сопровождать его во время чайной церемонии. Она должна купить себе белые носки. Это неотъемлемая часть ритуала. Храм Хошин-Жи. Обиталище известного чайного мастера Сэнсэя Кобори. Жесты точны, действия изящны и элегантны, и ни в коем случае нельзя допустить ошибку. Причем не только мне, но и обоим мастерам. Это первая встреча Дошу и его чайного мастера с тех пор, как он возглавил мир Айкидо. Теперь их отношения уже не укладываются в рамки учитель-ученик. В древности самураи считали чайную церемонию ступенью в постижении Будо. Пристальное внимание каждой детали – это часть образа жизни человека, стремящегося к совершенству. Понятие ритуала чаепития началось с дзенских монахов в 13-м столетии. Чай поддерживал бодрость монахов в долгих медитациях. В 16-м веке появился новый подход к чаю, называемый ваби, что означало простоту и отсутствие украшений. Помимо белых носков, я должна была принести маленький набор, включавший нож и несколько листов бумаги, чтобы собирать крошки миндального пирога. Еще там был небольшой веер для символического обозначения границы между хозяином и гостем. Самураи сделали чайную церемонию духовной дисциплиной и неотъемлемой частью Будо. Вот ее четыре заповеди – мир, почет, духовная чистота и покой. Сенсей Ямада, Жазет и Гильермо покидают Токио и отправляются в горы Кумано – японскую святую землю, исполненную священного смысла для всех самураев и для О-сенсея. По дороге они надеются посетить одного из первых учеников и последователей О-сенсея – обладателя десятого дана – сенсея Хикинцучи. Хотя их и предупредили, что он может быть слишком болен, чтобы принять их. Жазет надеется, что это паломничество приблизит ее к пониманию Будо. После восьми часов пути Жазет, Гильермо и сенсей Ямада прибывают к одной из наиболее чтимых святынь Японии – Великой святыни Исю. Это их первая остановка по пути к горам Кумано. Это моя вторая попытка пройти ритуальное очищение. После первого печального опыта помощь сенсея Ямада в прохождении ритуала внушает надежду. С древнейших времен паломники очищали свои тела и души, омывая руки и полоща рот водами священной реки Айсудзу. Сенсей Ямада объясняет, что святыня Исэ каждые 20 лет разбирается и воздвигается вновь в одном из двух установленных мест. Таким образом гарантируется, что мастерство плотников будет передаваться через поколения. Вот, это здесь. Сенсей Ямада дарит Джазет куклу Дарума. Дарума основана на легенде об индийском монахе, известном также под именем Бодхихарма, у которого отнялись руки и ноги после того, как он 9 лет просидел в медитации. Кукла устроена по принципу неваляшки, с утяжеленным низом и скругленными боками, символизируя стойкость духа и преодоление неудач. В Японии кукла Дарума – это символ удачи и покровительства. Обычно ее дарят человеку, находящемуся в начале какого-нибудь пути. Чтобы исполнилось желание, надо покрасить ее левый глаз в черный цвет. В конце паломничества, если желание сбудется, надо покрасить второй глаз. Жозет и сенсей Ямада отправляются в Шингу на встречу с сенсеем Хикицучи, старым мастером доджо Аики Кумана, открытым в 1952 году. Да, вот это вид! По пути из Исе в Шингу мы остановились узнать, сможет ли сенсей Хикицучи нас принять. Почтенный сенсей весь последний год был прикован к постели. Добравшись, наконец, до доджо Аики Кумана, они уже почти не надеются на встречу с сенсеем Хикицучи. Каково же их удивление, когда он лично приветствует их в своем доджо. Как и у нас в Канаде, принести цветы больному человеку считается здесь хорошими манерами. Я просто поверить не могу. Я встречаюсь с одним из немногих оставшихся изначальных мастеров Аикидо. Сенсей Хикицучи говорит нам, что именно преданность О-сенсее природе побудила его открыть доджо здесь, в горах Кумано. Мичио Хикицучи родился в 1923 году и познакомился с О-сенсеем, когда ему было 14 лет. Хотя в то время Аикидо занимались только взрослые, О-сенсей заметил упорство Хикицучи и сказал ему, «Ты был рожден, чтобы открыть в себе дух Будо, поэтому ты должен изучать Аикидо». В 1969 году Хикицучи получил десятый дан. Он один из всего двух учеников, которым О-сенсей присвоил это высокое звание. Мы рассматриваем книги и фотографии. Сенсей Хикицучи рассказывает, что значит для него Аикидо. Все сводится к двум словам – мир и любовь. Ученики не верят своим глазам. Сенсей Хикицучи не пересекал порог доджо больше двух лет. И вот он снова здесь. Сенсей Хикицучи Это называется «свободный стиль» и ведется с несколькими оппонентами. Как и в реальном бою, ты должен быть подвижен, точен и изобретателен. Осторожно. Твоя нога. Следи за шагом. Да. Время, проведенное в горах Кумана, заставляет меня задуматься над тем, зачем я здесь и что я пытаюсь ухватить. Я понимаю, почему сюда влекло О-сенсей и самураев. Величие гор располагает и дает возможность поразмышлять о жизни и смерти. Мы на водопадах Начи, где некогда самураи исполняли свой ритуал очищения. Это место навевает потусторонние ощущения, и кажется, что деревья плывут в тумане. Я понимаю, почему эти ритуалы были здесь запрещены. Водопады Начи всегда считались воплощением божественного. В прошлом самураи и паломники поклонялись этим водопадам. Самураи были феодальными воинами, контролировавшими развитие Японии с 12 по 19 века в соответствии с Бушида, написанным кодексом, исповедовавшим правду, отвагу, преданность и честь. Покинув водопады Начи, мы остановились у подножья гор Кумана в Танабе, месте рождения и упокоения О-сэнсэя. Танабе – это последняя остановка на нашем пути. Сенсей Гомита просит сенсея Ямада оказать ей и ее ученикам честь и провести занятия с ними. Сенсей принимает приглашение. Мое путешествие по Японии подходит к концу. Поиск сущности Будо еще не завершен. Смогу ли я приблизиться к своей цели за оставшиеся дни? Японское паломничество Жазет подходит к концу. Здесь, в храме Козанджи, вместе с Гильермо и сенсеем Ямада она приносит дань уважения О-сэнсэю, человеку, поистине сформировавшему боевой дух Будо. Как айкидоист я ощущаю себя наследницей основателя. Посещая храм, мы соблюдаем древнюю японскую традицию, согласно которой посещение могилы предков является частью японского чувства долга перед усопшими. Это очень подходящее место для О-сэнсэя, человека, глубоко веровавшего в мир и гармонию. Для О-сэнсэя айкидо было несоревновательным боевым искусством, его ответом на окружающее насилие. Это кассета с записью О-сэнсэя. Впервые я увидела ее, когда была начинающей айкидоисткой. Я навсегда запомнила этого старика легко, без усилий разбрасывающего многочисленных противников. Годы спустя она продолжает меня вдохновлять. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки произвела глубочайшее впечатление на основателя айкидо. О-сэнсэй был уверен, что гармония и неагрессивность были единственными ответами насилию. В искусстве нет атак и нападения, что делает его боевым искусством любви. Все, что я смогла увидеть здесь, в Японии, было бы невозможно без сэнсэя Ямада. Как я могу выразить ему свою благодарность и уважение? Это должен быть подарок со значением. Что-то, что покажет ему, как я старалась проникнуть в тайну Будо. Подумалась о каллиграфии. Вместе с искусством изготовления меча и чайной церемонии каллиграфия является одним из способов постичь Будо. Несмотря на полное отсутствие навыков, я пытаюсь изобразить три японских иероглифа, составляющие слово «айкидо» в подарок сэнсэю Ямада. Я думала, что у меня сегодня будет спокойная тренировка с Гильермо, но вдруг сэнсэя Ямада начинает вызывать оппонентов, как во время экзамена по айкидо. Главное, не волноваться, иначе я не смогу, естественно, отражать атаки. С каждой новой атакой мы должны менять технику, и ни один прием не должен повторяться дважды. Сэнсэй хочет убедиться, что мы усвоили различные комбинации и что наши движения плавны и естественны. Благодаря вам я начинаю понемногу понимать Японию. Когда занятие, наконец, заканчивается, пора преподнести мой подарок сэнсэю Ямада. Надеюсь, мой подарок ему понравится. Большое спасибо. Надеюсь, вам понравилось в Японии, и в этой поездке вы узнали для себя что-то новое. Большое спасибо. Большое спасибо. Искусство айкидо родилось из страдания и разрушения, как бесконечное стремление к миру и гармонии. Дошу — наследник айкидо. Хикицучи — один из первых последователей. Саито — поборник дисциплины. И Ямада — посол. Эти сэнсэи хранят традиции айкидо и наследие великого учителя О-сэнсэя. Они помогают сегодняшним айкидоистам достичь единства духа и тела, ведущего к постижению Будо. Мне очень повезло, что сэнсэй Ямада представил меня другим сэнсэям и предоставил мне возможность лучше понять видение айкидо О-сэнсэя. Иногда мне было непросто проникнуть в замкнутую культуру и традиции Японии. Я не японка и никогда ей не стану. Поэтому дорогу к пониманию Будо мне предстоит искать по-своему, через мою собственную культуру. Так же, как эти мастера пришли к пониманию истинного духа айкидо через свою. Моя цель в изучении боевых искусств — пробиться сквозь рутину жизни и прикоснуться к дару великих мастеров — искусству быть непобедимой. Фильм озвучен по заказу компании ActionArt.